Это просто старое советское поколение, которое перемрет. И после этого все будет нормально. Сотрудничали с Тёмой Лебедевым, он делал очень много для его расти, для обложки, да и для гедонизма тоже надо отдать должное. Он одаренный человек с точки зрения красоты, дизайна, эстетики, да и филологически вполне одарен. А это были отношения чисто профессиональные или какие-то дружеские тоже удалось завести тогда? Ну, а приятели, полноценные приятельские отношения были. А вот та трансформация, которая с ним произошла за последние несколько лет, вы продолжаете какой-то контакт вести? Я не знаю, может быть, спрашивали, что подтолкнуло. Нет, мы с 2012 года не общаемся после того, как его студия прокатила нас с запуском гедонизма, сделав всё гораздо, ну, то есть какую-то стадию, сделав гораздо позже, я предложил вернуть какую-то хотя бы минимальную часть денег. Он сказал, нет, ни хера. Вот, я посчитал, что это крайне просто некрасиво. Вот, а трансформации как таковой ещё не было видно. Трансформация потом, мы все видели, она прилюдная. И здесь даже можно даже ничего не добавлять. Он сам раз в неделю добавляет к своему имиджу, к своей репутации столько, что я даже до конца эфира не договорил. Вот вы в своё время тоже относились к той обойме предпринимателей, которые вообще любили рассказывать, что в России всё неплохо по сравнению с Западом, что бизнес вести достаточно свободно, и Лебедев через этот период проходил, и у Паши Дурова тоже был период, где он такие... Так а было неплохо. Да, да, давайте будем честны. С 2001 по 2008 построено 80% того, что вы видите, что называется, сити. Да? Нынешние сити. Это всё, что сделано с 2008 по 2009. То есть задумка ещё была до, мне кажется, 1999-200. А вот это памятник первым двум путинским срокам. Все большие компании, все, которые провели IPO, то есть до 1999-го, до 2000-го IPO там было у Лукойла, Билайна и ещё что-то. Сколько потом их случилось? Следующие 8-10 лет. Это просто уму непостижимо. И сколько их случилось в последние годы? То есть полтора. Это тоже... То есть здесь как бы факт, и абсолютно точно, Путин в 2001 – это человек, который хотел интегрироваться в Европу, в НАТО, понятно, не забывая о своих счах, но это был совершенно иной Путин, нежели... Он также трансформировался параллельно или наперегонки с Тёмой Лебедевым. Ну, вернее, он их абсолютный лидер. Он показывал, как удобно, комфортно трансформироваться. И за ним подтягивались там все Захары Прилепины и прочее. А тут нету такого нюанса, что вот просто в 2008... Это просто, это просто, это естественно так трансформироваться. Это удобно, комфортно. Удобно, комфортно. А вот ваше там отношение к Путину, оно не обусловлено тем, что просто в 2008 году случилось дело Евросети, и, соответственно, ваша история закончилась в России, в общем, довольно плачевно, да? И, может быть, ваше отношение просто к нему изменилось, а сам-то Путин, он каким был, каким и остался. Нет такого ощущения? Нет, Путин постепенно менялся, менялась власть, менялась отношение и к предпринимателю, менялась злобность ментов, менялась возможность доказательства или не доказательства чего-то в суде. Это все постепенно, где-то постепенно, где-то скачками деградировало и продолжает деградировать. В какой-то момент, грубо говоря, вряд ли этого помните, до 2006-2007 году Путин с Дворковичем абсолютно посерьезу обсуждали переход на 10-12% налог с продаж, так, на секундочку. Вот, а 2005-го по 2004-го по 2008-го снизились налоги на зарплату, снизились какие-то там пошлины, дерегулировались какие-то отрасли целые, целиковые. Это был процесс как в одну сторону, так и в другую. То есть был процесс и узурпации, и ухудшения, но был все еще вот тот самый заряд, который в ельцинском духе действовал. И когда наступили жирные годы, там большое количество людей, у которых было какое-то право голоса, постепенно гнули свою линию. Там, грубо говоря, Кудрин, Грев, Дворкович и Дейшувалов и прочее. А все хотели, и Медведев, все хотели... Понятно, никто, давайте так, никто о себе не забывал, но все хотели жить в цивилизованном прозападном мире, надувать капитализацию, строить дворцы, летать в Европу на больших частных самолетах и мазать черной икрой поверх красной. Ну вот тот же сам. Причем, ну, да, и как и коммерсанты, так и власть. Понятно, она была абсолютно коррупционна, но задача была быть таким жирной частью, жирной частью, но все-таки западного менталитета. Пусть немножко там своей лукавой, но... Те люди, которых вы сейчас перечислили по фамилию, но значительная их часть, она до сих пор вполне себе встроена в ту властную вертикаль, которую построил Путин, да, и тот же самый Кудрин, он сейчас глава счетной палаты, прекрасно работает уже на Путина 2021 года выпуска. Да, был выбор либо идти на дачу, картошку копать, писать мемуары, думая над каждым словом, вот, или дальше продолжать ездить на приятной машине с охраной, получать зарплату и быть в обойме. Есть какая-то власть, от кормушки добровольно так встать и уйти, это мало кто может. Это же нужно быть личностью. А личности в России не хватает, да? Личности не хватает, в общем, вокруг Путина. Там все вокруг него овощнеет очень быстро. Хорошо, вот 2008 год, вы тогда поддерживали как раз вот тех людей, которых вы перечислили, вы даже снимались в ролике в защиту Дмитрия Медведева. В конец 7-го, будем честны, это был декабрь 7-го, начало 8-го, да. Это был декабрь 7-го, ну, за последние 7 лет, ну, там, грубо говоря, с 300 тысяч до, там, грубо говоря, 2,5 миллиардов, если мы берем товарную выручку, выросла компания. В 2006 году, после обращения к властям, произошел абсолютно беспрецедентный случай, когда власти пошли, прислушались к бизнесу, и нам вернули украденную у нас Моторолу, и мы компенсировали, ну, мы отделались, по сути, легким испугом. И поэтому в конце 2007 года, ну, вот, я обратился публично к Путину, и Путин публично помог. Ну, вот, мы выберелись, мы платили все налоги, вот, наступила цивилизация, плюс приходит человек, который выглядит как абсолютно не тот человек, который будет запускать газ, взрывать дома и устраивать войны, и, да, потому что до этого должен был быть Иванов, про которого мы не знаем, каким бы он был, вот, и почему бы мне не поддержать, тем более, мне сказали, хочешь поддержать, не хочешь, не поддерживай, это было абсолютно добровольно, это чисто Орловская добровольщина была. Меня никто не тянул, никто пистолет к виску не ставил. А как вот избежать вот этих ошибок снова, когда есть, в общем, ну, есть некоторый политический лидер, и выбор-то, вот, как вы совершенно правильно описали, да, между тем, чтобы, ну, если не получилось, идти копать картошку и ждать, когда она кочурится, либо встраиваться в эту систему, как сделал Кудрин. То есть, какой выход сопротивления здесь есть вообще? Что можно было сделать, чтобы этого не допустить, находясь вот в 2006 году очарованным, значит, реформами? Я не был очарован абсолютно. С 2003 года это был серьезный холодок, который веял от дела Юкоса. Нет, то, что есть обратный ветер, то, что есть вот эта Трамонтана, все это чувствовали, но просто думали, что все-таки назад в Советский Союз, но не может быть больше пути, потому что так очень хорошо. Вот оно все строится, открываются какие-то новые места, осваиваются огромные новые куски, застраиваются новыми красивыми домами, в какие-то зажопни приходят супермаркеты, в какие-то мухосранские проводят метро, вдруг в пойме строится лакшери, огромный комплекс с Агаларовыми. Ну, как? Оно больше никак по-другому никуда не может идти. Это просто старое советское поколение, которое перемрет. И после этого все будет нормально, потому что уже было 70 лет ненормально, и все уже получили удовольствие от того, когда оно все движется к нормальному. Поэтому никак по-другому уже люди не мыслили, многие не мыслили. Ну вот, да, наверное, это было совершенно ужасно, то, что произошло с Березовским этим, но они попытались, они играли на политической арене. Политика — грязное дело. А с экономикой все нормально. Если ты занимаешься только экономикой, тебя никто не будет трогать. Это было долгое время, плюс-минус константа. Ну, так как раз и получается, что вот это вот время, пока вы занимались экономикой, люди консолидировали в своих руках власть, чтобы потом подмять уже экономику. И в 2008 году начались вот эти самые процессы. Плюс-минус так и есть. То есть, вот как всегда сталкиваемся с ситуацией, что если ты не занимаешься политикой, то политика начинает заниматься тобой. Абсолютно. Чуть-чуть ли, ну, практически я то же самое произносил лет 10 назад уже во всяких лайф-джорналах. Быть политически активным крайне важно, потому что таким образом ты обеспечиваешь себе будущее. Быть, ну, то есть, абсолютно, то есть, это был такой тяжелый.